Всем привет, друзья! Меня зовут Давид, и вы находитесь на YouTube-канале Artstyle. Я держу в руках второе поколение селфи-дрона. Это называется селфи-камера. Это полноценный дрон. В нем есть и сонар, и куча разных датчиков. Первое поколение собрало на кикстартере. Вместо там собирались значительно меньше собрать, собрали полтора миллиона долларов. Первое поколение этого устройства. Это второе поколение, оно улучшено. Первое я не тестировал, поэтому сравнивать с ним не буду, но это действительно круто. Эта компания находится в штаб-квартире в Италии, и эта штука создана... Конечно, эта вещь такая, это селфи-дрон его позиционирование. Вы управляете им с телефона, вы подключаете его к телефону, время полета составляет там пять минут, но действительно около того и составляет. Очень сильно зависит. Если вы очень много будете им двигать, то конечно будет батарейка садиться быстрее. Если он просто висит, то время может быть даже несколько больше. Весит 80 грамм. Я ее потестировал с неким таким удовлетворением, насколько все-таки идут технологии далеко, потому что по сравнению с смартфоном она значительно меньше, легче, но умеет тоже очень многое. Здесь 12-мегапиксельная камера, она позволяет также записывать этот селфи-дрон видео в качестве Full HD. Селфи-фотографии, опять же, у меня их очень много, вы можете посмотреть сами, оценить качество, насколько хорошо или плохо, на ваш взгляд, получается. Видео также посмотреть можно, примеры. И подробнее начнем. Ну, первое, это конечно комплект. Есть две версии. Есть версия, которая у меня для тестирования. У меня есть в комплекте такой чехольчик, единственное, он туда влезает с огромным трудом. То есть, реально, чтобы его сюда поместить, нужно прям вот впритык его. Но влезает, и это хорошо, потому что тогда этот селфи-дрон можно положить в карман джинсов буквально и не бояться, что с ним что-то случится. А можно и без чехольчика прямо положить. Есть зарядка, притом отмечу мудрость разработчиков. Здесь не micro USB, здесь Type-C, который уже повсеместно распространен. Сам селфи-дрон заряжается через обычные зарядки 2-х амперные, поэтому, если хотите не париться и лучше купить, в принципе, даже с зарядным устройством, там до 15. Там большой powerbank в комплекте. Вы просто вставляете туда этот селфи-дрон, и он будет заряжаться 15 раз хватит. Заряжается где-то около 30 минут. Но самое главное, я его тестировал и на улице, я его тестировал в фитнес-центре, я его тестировал там дома, в магазинах. Очень прикольно. Для того, чтобы его запустить, нужно скачать программу, разумеется, и для андроида, и для iOS. Включаем, подключаем, кнопка включения здесь, загорается индикатор, соединяется по Wi-Fi и все. Есть три режима управления. Один косяк у меня был, даже я человек, вроде, вот технически, ну, более-менее, скажем так, грамотный. Я когда поставил третий режим, а это управление или второе управление смартфоном, когда идет наклоном, я думал, что за фигня, брак, что ли, прислали? Притом, это второй день. Он у меня как так уверенно полетел. Это, оказывается, я смартфон наклонил, он у меня полетел спокойненько, прямо в ветке деревьев. Хорошо, ничего с ним не случилось. Это авиационный алюминий. Честно говоря, он у меня даже падал, задевал я его облистья. Когда аккумулятор садится, он медленно, но все-таки пикирует и опускается на землю. Индикатор еще продолжает некоторое время мигать. По управлению. Если когда-то хоть раз пользовались, управляли каким-то дроном, здесь, в принципе, то же самое, только более расширенное. Либо стрелочки, либо наклоном устройства, либо в вертикальном положении вообще продвинутые управления три режима. Разумеется, есть настройки скорости, но я тестировал на максимальной. И что могу сказать самое важное, нужно учитывать ветер. Устройство весит 80 грамм, здесь 4 винта. Это круто, здесь он крепкий, но даже при ветре, конечно, его снесет тут законы физики. Как его еще, кроме селфи, можно использовать интересная особенность. Он, если над вами, то поток воздуха создает. И если очень жарко, вы можете несколько минут просто над собой его подержать, вы охладитесь. Я нисколько не прикалываюсь сейчас, потому что поток воздуха идет достаточно большой. Вообще, штука интересная. Этой серии такая вот покупка. Конечно, она интересная, если у вас есть возможность его купить. Он такой не дешевый, но опять же, весь уникальный в своем роде, как я понимаю. Я просто ничего похожего не видел, не встречал. Цены посмотрите на него по ссылке под этим видео. Я же скажу, что если у вас есть желание такую вещь приобрести, то вы точно выделитесь, потому что люди смотрели на меня, как будто я из какого-то там люди в черном что-то из кармана буквально вытащил. И, кстати, просто так он не взлетит. Когда винты запускаются, вы включаете, нужно его немножко приподнять, и тогда он уже идет, подвигается и остановится. То есть, впечатления от него прикольные. Время работы батареи ругать и говорить, что пять минут, как мне вначале показалось, немного, но на самом деле, ребята, это маленькая штучка. И то, что она пять минут выдерживает, удерживая себя в воздухе и повинуясь нашим желаниям, двигается, это уже круто. Это уже круто. Но, конечно, вещь специфичная. Включаем. Загорелся индикатор. Звуковой сигнал. Такой громкий. Теперь мы включаем приложение для него. Скачивается, называется Aisle. Сейчас. AirSelfie. Готов к подключению. Подключаем. Сейчас подождем, он все-таки поймает Wi-Fi. Батарея, разумеется, в приложении отображается. Все, подключено. И теперь выбираем. Ну, выберем простой. Все. Запуск двигателя. Датчики. Все, он уже работает. Запускаем двигатель. Что с ним случилось-то? Что-то это, я читал, что над одеялом, что-то там не надо. Ну, а здесь-то что? Ну, вообще, конечно. На просторы, конечно, им интереснее управлять. Ну, блин, это было прикольно.